I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки, третий Beholder Это наш главный очкастый герой здесь Мы на своем этаже Кстати, давайте мы немножечко понаблюдаем Нам бы... О, и внизу... Ой-ой-ой, не то Ей внизу там что-то нужно Пойду посмотрю Хотел вообще на жильцов сначала посмотреть Но у нас там есть сотрудник, который... Да что ж ты, залезь, пожалуйста А то скоро обед, она со мной говорить не захочет Так В общем, я что-то подумал тут насчет шантажиста Господин Шварц, господин Шварц Спожа Байнер, что случилось? Хотела поздравить вас с повышением О, спасибо Правда, теперь никому будет составить мне компанию тут снизу Мне жаль А, ну да, ничего, я знаю, как все работает Но теперь, когда у вас есть доступ к отделу 3 Я хотела вас кое о чем попросить Ну давай, давай, допустим Только о чем, только о чем конкретно речь Кто смотрел мультик, жил-был пес там, ну волк такой Тут то же самое произошло Не переживайте, это сущий пустяк Я еще делаю с одной своей знакомой Я зовут Керстин Х Родилась 13 декабря Не самые точные данные Вы можете рассказать мне что-нибудь еще? Цвет волос, любимое животное, хоть что-то Этого достаточно, чтобы найти ее дело в базе Больше вам знать не нужно Для вашей же безопасности Моей безопасности, кстати, да Моей безопасности, мы уже говорили, что дело пустяк Да, если вы будете осторожны Наверное, мне следует сказать вам, что Керстин умерла То есть с большой вероятностью умерла Керстин была моей невесткой И вдохновенной певицей Вдохновенной, ладно Настолько вдохновенной, что однажды написала Чересчур вдохновенную песню Естественно, угодила из-за нее в тюрьму Ну, вы знаете, как это бывает На сих пор прошло уже много лет Ну, мне жаль Наверное, да Мне очень жаль, госпожа Байнер О чем вы, Керстин? Сама напросилась Ну, зачем вам вдруг понравилось дело, Керстин? Хочется определенности Я ничего о ней не слышала с момента ареста И наверняка казнили за ее преступление Но пока я не знаю этого точно Я не могу перестать бояться, что действия Керстин рано или поздно Аукнутся мне А, то есть у тебя чисто эгоистические намерения? Угу Ну что, резко перехотелось ей помогать Скорее всего, это дело уже давно никто не интересовался Но лучше перестраховаться За случай превентивного заключения отвечает отдел номер 3 Так что прошу вас сходить туда ради меня и достать это дело К сожалению, мне нет нужного уровня допуска к отделу 3 А вы просто поищите, поспрашивайте Думаю, лучше меня знать, как действовать в таких ситуациях Ну, хорошо, посмотрю, что можно сделать Но обещать ничего не могу Спасибо, господин Шварц Обещать я реально ничего и не буду Так, хорошо, давайте на паузу на секундочку Опа У нас 7 часов осталось до срока вымогательства И я вам в прошлой серии, по-моему, позапрошлой серии Я говорил, что я не хочу платить Что мне, в принципе, плевать Смотрите, в чем проблема В первой части у меня была семья Которая мне очень нравилась И которой мне было очень жаль Но мне так не удалось спасти Потому что у меня там умерли практически все Я сколько помню В этой части У меня семья, которую Ну, которую я терпеть не могу Не то, что терпеть не могу Ну, то есть Дети, они, в общем-то Ну, такие У меня нету к ним никаких привязанностей А жена так вообще отбитая на всю голову То есть Я бы как раз хотел бы что-то с женой сделать Если получится Потому что она уж слишком настроена Знаете, на государственную волну Как это называется Вот Но Теперь Я вот думаю, что случится Если я не заплачу На чем это может сказаться Может сказаться на карьере жены Что меня, в принципе, устраивает Может сказаться на дочери Ну, в принципе, я не буду переживать Но дело вот в чем Я думал, что за 2 часа до выплаты шантажисту Сохраниться И просто взять и не заплатить ничего Ну, смотри, какая штука Тут Сохранить игру И мы не выбираем слот Куда мы сохраняем Мы просто сохраняем игру И игра может сделать со мной такую штуку После окончания этого срока Игра просто самосохранится Перезапишется сейв И я уже не смогу ничего загрузить И последствия будут перманентными И если вдруг это все выльется еще и на меня Что я, в принципе, могу ожидать То меня бы такое, допустим, не устраивало Поэтому я, наверное, все-таки Заплачу А, можно и так Можно и на паузе все смотреть И так он не тратит время Ооо А поэта пауза? Нет Поэта Я на паузе могу разные дела, кстати, делать Я знаю это Та-та-та-та-та Я, наверное, все-таки заплачу Посмотрим просто, как продолжится этот квест И что там будет дальше У меня подозрение, что возможно Эти деньги от меня требует Или же дочь Или же жена Кстати А прикиньте Ну, я уже думал о том Что это может требовать дочь Я сейчас только подумал, что Возможно, об этом требует жена Так И она таким образом хочет, чтобы я Что? Дал ей деньги, которые она считает Она потеряла Черт снимк! Не буду платить! Нет, не хочу! Не буду! Не буду платить шантажиста Мне кажется Ну, не мог никто больше знать О вот этой фигне То есть Сотрудницу, которая занималась этим делом Она уехала далеко и надолго Дело само я вытащил Об этом знаю я, жена и дочь Девушка, которая... Кстати, возможно Возможно, она шантажирует балерина За то, что я заставил ее съехать Она решила Нас вот так вот Да, ладно Теперь Еще насчет шантажа Я так подумал Я же могу потихонечку шантажировать Жильцов нашего дома Я почему-то по чистоте душевно Этого не делал А это же можно запросто сделать Так Нужно сейчас Поехать домой Посмотреть, что там О, я же могу новые камеры купить, кстати Ну, пофиг на это пока что Хотя У меня четыре камеры есть Я пока что обойдусь этими камерами Нужно, наверное, словарь по-борейскому, что ли Я не знаю Хочу ли я продавать при берегу А вдруг это Ну, то есть Просто ночью приезжают И продают запрещенку Я могу покупать запрещенку Там, допустим За определенные деньги За 500, за 600 И потом выторговать Подкидывать хамута И шантажировать Допустим На 1000 Давайте посмотрим, кто что делает Вот этот вот Утырочек мелкий Он мне не нравится Но Не то, чтобы он мне не нравится Он ничего не делает И его квартира просто занимает Пространство, грубо говоря Так Ну, В, В Я не помню Я этого нового жильца Кто сейчас у нас в пятой? Таш Стоп тебя Я постоянно путаю Кто он сейчас в пятой квартире живет? Это у нас Вот этот вот другалек Петер Пранкер Пранкер, блин, мелкий Так Пранкер Его бы нужно Квартирочку обускать бы А, и еще нужно бы Понаблюдать Мы заметили, что Чувак с нашей работы Приходил К сотруднице Ну, скажем так К жильцу На шестом этаже Мы также Заметили, что У нее просто Куча Стоит А он идет Куча резинок Для понятного Использования Блин, это он идет Да, это Пранкер Я вовремя Решил свалить Добрый день Вы Вы видели ножки той барышни? Мил человек Что? Какие ножки Грациозно Как газель Уверен Она бы не отказалась Немного Погорцевать Если вы понимаете О чем я Не совсем К сожалению Не совсем понимаю Что вы пытаетесь сказать Моя фамилия Шварц Этот управляющий А вы? Ну, я понимаю Что он подозревает Ее в проституции Кстати Питер Пранкер Только въехал В квартиру номер 5 Раз вы завхоз Наверное Всех жильцов Знаете Управляющий Это разные вещи Завхоз Занимается Ладно Не важно Да Я знаком с многими жильцами С кем еще Не виделся Собираюсь побеседовать А что? Тогда вы сможете Мне точно сказать Проживают ли тут Молодые И одинокие Дамы без комплексов Я бы попросил Ну То есть Господин Я бы попросил Это приличный дом А не то что Вы там себе Понапридумывали До свидания Ну Зачем У нас было Видите Сохранилось Определенные вещи После определенных вещей Сохраняется И Ты с этим ничего сделать не можешь Она не пришла еще А где она тогда? Так Дружище Не успела тебя Обшмонать Ладно 1835 У нас Звонит по телефону Вот у нас еще 100 баксов Один час остался Вымогательство Итак Ребят Внимание Время истекло Вот она идет Юная Молодая Красивая Вот видите Он опять к ней идет Ханс Хно Ставь меня в покое Если что-то нужно То есть у него реплики Понятного содержания А ты кто? Юлия Харшбергер Харшбергер Это опять же кто-то Новенький КВ Сейчас посмотрим Будет ли Готовить что-то Будет ли у них шпили Вилли Я очень надеюсь Что да Я бы на такое кино Посмотрел Блин Мне скоро бы нужно Поехать на работу Вот эти две квартиры Мне нужно будет Потом пообыскивать Заново Ребят А ну блин Ну как бы это Вы будете что-нибудь Кофе пьет И все Смотрите Они приходят И все И после этого Она идет спать Это продолжается Там буквально Сколько? Полчаса? Час? Может мне надо Возле двери стоять? Ну вроде Камеры работают Вроде Хотя видите Пока Блин Пока я ближе Не подношу Я не вижу Чем они занимаются А это кстати Немного Ладно Давайте займемся Нашими прямыми Обязанностями Поедем на работу Поедем на работу На третьем этаже Поскрываем все Что только можно Повскрывать Поставим там камеры Пообыскиваем Кучу всего Поговорите с Сабиной Прикиньте Время вымогательства Прошло Это задание Поговорить с Сабиной Сабина спит Уже Наверное Сейчас посмотрим Да Ладно С утра Поговорим По ночам Я не хочу Сейчас лазить По квартирам Потому что Они там просыпаться могут Они еще что-то Давай Поехали на работу Что у нас по отмычкам Надо сейчас купить Еще парочку Там вечером Ходит охрана Чего я раньше Не замечал Кстати То есть Тоже не все Так просто Да-да-да-да-да Мне нужно Оборудование Сколько у меня Отмычек Две Раз Два Три Еще Докуплю Это все Не проблема Все Поехали На третий этаж И Отмычки Второго уровня Блин Тварь Ты издеваешься Или где Да зайди ты На первый Вон Видите Охранник Обход делает Потому что Уже 2.25 Ай Эта ночь У нас может быть Абсолютно Просрано Да Мне нужно Оборудование Аа Они дороже Раз Два Три А возьму Четыре На всякий случай Ясно То есть Отмычки Первого уровня Они уже Абсолютно Бесполезны Мне пожалуйста На третий этаж Он По каким Этажам Он сейчас Пойдет Посмотрим Надеюсь Он сейчас Пойдет На второй Еще Кстати Там свет Горит Если что Придется Еще Камера Первого Уровня Клепать Так Так Это Был Учебник По юрис Преденции Или что Футбольный Календарь Я его А я просто На него Посмотрел Я его Не взял Хорошо Руководство Мусорка Погодите Это важно Жаль Пусто Давай скорее Пять утра Уже Они скоро Придут Блин Я сегодня Только два кабинета Осмотрю Из-за этого Печаль У мусорки Нифига Здесь Нифига Это Разные Получен Пистолет Вы Офигели Я Какой-то Да Досье Нашел Я Валю Отсюда Спасибо А почему У тебя Свет Горит Ты что Всю ночь Работал Что Ли Странно Немножечко Получить инструкцию О реформе Так Ладно Два офиса Мы обыскали На том Спасибо Хочу ли я Вот она Как раз Пришла Так Почту Мне доставлять Вроде Не надо А вот Есть Входящая Кому Шанталь Это Видимо Уже Наверное Не моя Обязанность Так Две камеры У меня Установлены На следующую ночь Надо будет Установить Еще Две камеры Добрый день Господин Шварц Чем могу помочь Дело у меня Вот я нашел Дело Кирсти О Да вы просто Работник года Как здорово Давайте его сюда Господин Госпожа Кирсти Хенкер Дата рождения Трянство Да Все мы знаем О Вот А рисование Суждено Распространение Крамольной пропаганды В звуковой форме На пожизненное заключение Дополнительную информацию Смотрит Соответствующим Административным акте Но это значит Что Кирстин Жива Вы как будто Совсем не рады Даже не знаю Стоит ли этому радоваться То есть Стоит ли надеяться А вам нравилась Кирстин Ну в целом Да Она всегда была Со мной обходительна В отличии от Ее муженька Моего брата Кирстин Хенкерт Постойте После смерти После смерти То есть он будет рад Узнать что она жива Его интересует Только он сам Его нелепая борьба Против системы Ну почему же Могу я спросить Что между ними произошло Пожалуйста Не принимайте на свой счет Но это вас не касается Господин Шварц Само собой Госпожа Байнер Но вы могли бы Показать ему дело Кирстин Если он видит Что Кирстин жива Может это пробудит В нем что-нибудь Что-нибудь хорошее С радостью Тогда я пока Придержу дело у себя И покажу ему Хорошо Вы ужасно добрый Господин Шварц Как же мне вас Отблагодарить Свяжу вам На зиму Красивый шарф Из кошачьей шерсти Никогда не помешает Это очень мило С вашей стороны Госпожа Байнер Так Окей Это очень многие вещи Проясняет Почему он занимается Борьбой с системой И почему он на это Тратит столько времени И почему он Такой отшельник Быстро домой Камера второго уровня Можно закупить Но Нет У меня осталось Еще две камеры Я пока что Счет за воду Спасибо Инструкция о реформе От Армина Крайнерта А это кстати Кто у нас Армин Крайнерт Черт Я могу профукать Надо осторожнее Это мы сейчас Можем сделать Если она дома Она скорее всего Не дома Она скорее всего Уже свалила Вот Пацану грустно А Ты Стой Франкер О это вы Рад вас видеть Работает В министерстве Да Все верно А что Короче Мне к вам вопрос Только это вы же никому не расскажете О чем вообще речь Без проблем А пока даже сам не знаю О чем речь А ну ладно Вы знаете кого-нибудь Кто торгует лекарствами Мне тут Мне тут одно Понадобилось Особое До сих пор Мне его доставала Знакомая Врач Но она куда-то подевалась Вот уже месяц как А почему Вы не можете Заказать лекарства В аптеке Ну потому что Мои болезни Потому что Мои болезни Не существует По официальным данным Министерства страны Нет людей С иммунодефицитом Все Все совершенно У тебя Спит Ах ты же Блин зараза Все совершенно здоровы А если болезни Официально не существует То лекарства От нее конечно Не выпускают Удобно Правда Иммунодефицит Это же Вот этот спит Но у него Но у нас же Такого нет Этим болеют Только гомосексуалисты И дикари Это не совсем так Но об этом Можете не думать А он кстати Намылился К балерине сходить Ну ладно У нее резинки Есть если еще Важно только одно Мне необходимо Это лекарство Но оно дорогое И его сложно достать Однако я почти уверен Что чиновники Министерства Знают как добывать Такие зарубежные лекарства Я вам конечно Заплачу И прибавлю Немного захлопота Я поспрашиваю Как называется препарат Цидовудин Ого Наверное Очень занятый Если хочешь иметь Успех у женщин Надо быть активным Блин чувак У тебя спиды Про успех у женщин Очень активная Жизненная позиция Подлежать Камень и вода Не течет Ясно Так вот Вы какой Всегда к вашим услугам Если честно Или если честно Никогда Вам везет В любви Господин Шварц Это Это вас не касается Моя личная жизнь Вас не касается Господин пранкер Значит нет Ну вот видите Вам даже есть Чем мне поучиться Давай До свидания Так Пранкер Стой А у нас Кенкер четвертое Но его сейчас Не дома Может Может мы двигаться Как-то И так Та выйдешь Ты из-за Табуретки Или где Пойдем его Обыщем Соберем на него Немножечко Инфы Удобно Что камеры Установлены И их не надо Переустанавливать После ремонта И всякое такое Здравствуйте Клеечек Нюхаем Чем мы тут Занимаемся Шкафчик В шкафу Ничего В одежде Не нуждается Ну в принципе Ходит в одном И том же В принципе Понятно Коврик для йоги Что блин Ааа Необычная ваза Знаем мы Для чего Такие необычные вазы Так Это мы обыскали Вот это Надо обыскать Да И квартиру Гель для волос И духи Чувак В самом деле Время зря не теряет Здравствуйте Алкоголь Пьем Плохо Осуждаем Алкоголь Это зло И тут тоже Алкоголь У него запасен А на балконе Ничего такого нету Видимо Ничего Беги Пожалуйста Понаставили Тут столов Всяких Так Хорошо Поехали ниже Ааа Сюда Вот Тут у нас Кто Там Ммм 15-25 Уже скоро бы и на работку Надо бы сходить Очень жаль Что Мне кажется Что здесь Немножко все перегружено Они попытались Смешать Первую и вторую Игры вместе Что получилось В принципе Но мне кажется Что геймплей перегружен И Коллекция марок Кстати Из-за того Что геймплей перегружен Ты не успеваешь Хорошо продумать Все что происходит С квестами И Всякое такое Не знаю То есть Или прям реально Ставить на паузу Словарь Интересно Или реально Ставить на паузу И вдумываться Что там происходит Или же Ну на ходу Очень сложно Уловить Ох ты ж Здрасте Зеленые яблоки Сахар Ее можно кстати Пошантажировать Этим сахаром Не туда О видите Они там договариваются Вот Мне надо с женой поговорить Иди сюда Что ты хотел Фрэнк Насчет письма С угрозами Насчет норы Хельм А что Насчет 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 Репетитора Алекса Госпожи Хельм Я Выведу Эту нору На чистую воду Сделал это Фрэнк Если слухи О ее Подработке Правда То это просто Ужасно Я хочу знать Кто учит Нашего сына Как только что Нибудь выяснится И скажу Привет Семейный бюджет Так Да 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 Насчет письма Сабина Скажи Не начинай Фрэнк Я не готов Сейчас с тобой Разговаривать Я сделал Что-то не так Это излишки Сабина Я сделал Что-то не так Это мы еще Посмотрим Ты заплатил Шум-то жисту Тому Который Грозился Рассказать Моему начальнику А Миночку Он уже Твоему Прям Личному Начальнику Грозился Заплатил Разумеется Заплатил Не верю Ни одному Твоему Слову Фрэнк Ты не заплатил А теперь Врешь мне в глаза И только Попробуй начать Откуда ты знаешь Что я не заплатил Это ты была Шантажистом Тварь Я Что случилось Это был Один из моих коллег Он рассказал Начальство Об аресте Ким Моя руководство Престыдило меня Перед всем коллег Да Классно Сработало Прям так Как надо Я хотел Чтоб в нее Выстрелило Всем этим Фу Хорошо А потом Сказал Что немыслимо Чтобы та Которая даже Собственную дочь Воспитать не смогла Работала Пионер вожатой Сказала Что не может допустить Чтобы мое негативное влияние Распространялось На других детей И уволил меня Без предупреждения Есть Хорошо Все это внесут В мое личное дело Фрэнк Работа в сфере образования Мне больше не светит Ес Не будешь больше Засирать детям мозги Тварь Сабина Закрой рот Фрэнк Это все ты виноват Ты все спускал Ким с рук Эти железки На улице Прическу Эту одежду А сам даже От шантажиста Откупиться не смог Да мы Да мы не сходили С возглядах На воспитанники Я не прощу тебя Что это Уйди от меня Пожалуйста Давай развод Давай короче Свалишь в закат И все Задание провалено Хорошо Unemployed Безработный То есть Мне это выльется тем Что я не смогу Больше получать От нее денег Но на самом деле Мне как-то на это Фиолетово Гляньте Они такие А-та-та-та-та-та Нашли общий язык Да-ра-та-та-та-та Я на этот раз Попробую Во-первых Подсмотреть Во-вторых Блин У меня же пистолет В инвентаре Черт Или я его Не забрал Прикиньте 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 А этот чувак Что сейчас Обломается Получается Что А изменяет А А ты тогда К кому пришел И что ты тут делаешь Покупает Сексу Блин То есть Серьезно Это так выглядит Я еще Две ночи назад Это мог увидеть Ну Узнает Узнал Мне интересно Дружище У кого Ты покупаешь Сейчас Эти самые Услуги Если она Если она Не в квартире Что происходит Вообще Ладно Ладно Стоп Давайте Быстренько Пока Хенкер Не свалил Фух Тут уже Вторая ночь Начинается Мне надо Там На работе Побыскивать Кучу Добрый день Господин Шварц Насчет Вашей жены У вас найдется Минутка У меня Личный вопрос Извини Шварц Я сейчас Не на Стране Свести Светские беседы Слишком много Дел Мне нужно Срочно Ладно Пожалуй Я тогда Возможно Вначале Немножко Погорячился Что хотел Выгнать Но теперь В свете Открывшихся Фактов Речи Керстин Вашей жене Керстин Откуда Как ты понимаешь Кто тебя прислал Завязывай С этими играми Никто Меня не прислал Для начала Попробуйте Успокоиться Я хотел сказать Что говорил С вашей сестрой Сюзанной Сюзанной Опять Насует Нос чужие дела Достай меня В покое Шварц Керстин Мертва Она умерла Козел Исчезнет Шварц А не то Но Керстин Жива Что Вот Это дело Керстин Нашел В министерстве Из этого следует Что она до сих пор Под арестом Но жива Но это же Моя Но это же Моя Керстин Да И она отбывает Превентивное заключение Где именно Здесь не указано Я не знаю Все эти годы Я думал Что она мертва Поэтому я завел себе Подружку Ну в принципе Ничего об этом Не знали Но правда Все это время Считали Что Керстин Умерла Я не хотел в это верить Но шли месяцы Годы А вести от нее Все не было В какой-то момент Благоразумие взяло вверх Над моей отчаянной надеждой Любой ребенок Тебе скажет Что в лагерях Никто долго не живет Даже у меня Керстин Какой бы сильной Она ни была По крайней мере Так я думал До сих пор Справедливо ли меня За это винить А Насчет Керстин А что вообще Случилось с Керстин Ее посадили Безжалостно схватили Ее пекли за решетку Из-за одной чертовой песни Бессмысленной Слащавой Дурацкой песней Она пела С таким чувством От всего сердца Наверное Эта песенка Показалась Каким-то шишкам Слишком веселой Подумайте Только вдруг Она напомнила бы Людям каково Это быть счастливыми Беззаботными И свободными А министерские свиньи Этого жуть Как боятся Что люди снова Почувствуют радость И что-то поймут Сфонят ценности За которые стоит бороться Да Обычно так и есть В людях подавляют Очень много чего Кирстин дала людям надежду Каплю уверенности В завтрашнем дне Зажгла огонь В их сердцах За это ее посадили А А счет лагеря Вы упомянули Что Кирстин отправили в лагерь Какой лагерь вы имели ввиду? Трудовые лагеря Перевоспитание Тюрьмы Почетные И пыточные камеры Все те места Которые увозят смелых людей Которые еще верят в добро Кто увозит? Ничего Нечего притворяться Ты тоже один из этих подонков Правительство Не смеши Это просто гребанная Бюрократическая машина Для убийств Чтобы все Чтобы все передохли Я вас понимаю Могу понять Важнее вас понять Хенкер Меня очень ждали Что все так вышло Но поверьте мне Я не из этих Вообще То что случилось С Кирстин Звучит как чудовищное Недоразумение Наверное Все еще Можно исправить Недоразумение Очнись Мужик Мы живем в государстве Которые рассматривают Собственных граждан Как угрозу Да Знаем Есть такие государства Знаешь Я не знаю Что ты следишь За всеми шульцами Но мы тут все Как паеньки Играем свои роли Чтобы самим Не попасться Под прицел Правительства Из-за таких И так Из-за сильных Мира всего Мы превращаем Жизнь друг друга В ад В этой стране И мы все В тюрьме Сами И заключенные И надзиратели У нас одна Надежда Выжить Что сделали вы А вы пытались Вызвали Кирстин А ты как думаешь Ты же сам человек Семейный Естественно Я сделал все Что мог Чтобы позволить Чтобы вызвать Кирстин Но Куда бы я ни звонил Что бы я ни делал Я везде Утыкался В сплошную стену Молчания Когда я начал Протестовать Публично И исполняя песни Кирстин Из нас двоих Голос у нее всегда Был лучше на мне Было все равно Я везде Рассказывал ее историю Везде играл ее песни И все В этой робкой надежде Что красота Музыки И жестокая Несправедливость Случившегося С Кирстин Встряхмет людей И побудет их К действию Но ничего не вышло Вместо этого Мне дали понять Что мое поведение Только ухудшит Положение Кирстин Мне пригрозили Что если не прекращу Свои расспросы И протесты Кирстин умрет Тогда я сдался Тем самым Отрекся от нее Было проще думать Что она умерла Я поклялся себе Что если не смогу спасти То подорву Всю эту проклятую Систему Вместе с собой Я никогда ее не забывал Никогда Насчет дела Но теперь Когда вы знаете Что Кирстин все еще жива Вы можете Вы же можете Что-нибудь сделать А что У меня руки связаны Кирстин жива Это самое главное Может быть Вам удастся узнать Где ее держат А потом Можно будет направить Сил на освобождение Ну Что ж Сейчас у меня Хотя бы зацепка есть Но тебе Придется мне помочь Шварц Что мне У тебя есть допуск Министерства И ты доказал Что ты добрый Порядочный человек Пожалуйста Выясни Где держат Кирстин Я попробую Спасибо Не знаю Поможет ли это Но один из моих людей Рассказал мне Об исправительном лагере Седые дубы В котором якобы Содержат деятели искусств Так что Обязательно Разузнай что-нибудь Об этом лагере Это будет хорошей Отправной точкой Когда вы крыли Мои люди Что имеете Я иду Под вашими людьми Единомышленников Мужчины и женщины Вроде меня Которые не сдаются И верят В лучшее будущее Некоторые называют Нас сопротивлением Но посмотри Правде в глаза Мы обычные граждане Которые устали Терпеть угнетение Но об этом Можно и в другой раз Поболтать Сейчас главное Узнать Где держат Кирстин Я попробую Но обещать ничего не могу Мне все равно Спасибо Шварц Вот Как у нас Все и разошлось Это прикольно Так Ты там На оказывалась Услуг Интересных Мне интерес Мне подруга Прикол Как этот чувак Оплачивает Блин Интимные услуги Пошел Так Ладно Досье Во-первых Ты Дружище Раз Два Три Четыре Отправить До свидания Ты Ой блин Тебя и посадить Не грех Если что Но тебя можно шантажировать Отправить До свидания Нора Раз Два Три Четыре Пять Отправить До свидания Хух Немножко подсобрали Теперь Кстати Чиновники Чиновники Третий этаж У нас чем прославился Раз Два Три Четыре Отправить Ты А Он фанат Стрел А Ну да 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 Тьфу ты Блин Это же Это девушка Из армии Конечно У нее стрелковое оружие Ай блин Че это я Я за это Не арестуешь Потому что Это ее хобби Так Поехали Попробуем У меня мало Времени Осталось На Армин Крайнер Так Может мне Просто по телефону Надо будет Позвонить Поехали Я сейчас Оставшиеся Камеры Попробую Впихнуть Игра Не лагай Ну пожалуйста На переходе Между локациями Вообще Жесть Рассказать Сузанне О реакции Вольфа Это же Произведет Завтра Узнать Занимается Ленора Блин Ну узнали А что еще Мы видели Резинки Мы видели Что она Там Это Игра Отпусти Как я еще Должен Это узнать Так Хватит Жж ты Лагать Скотина Так Ладно Давайте По очереди В мусоре Ничего Камеру Ставим Ничего Увлечение Футбол Игры Инструкция По реформе Как обсуждать Мне бы На самом деле Это забрать Блин Уже 5.30 Офигеть Я не успеваю Они еще Не идут Скорее У меня Осталось Очень мало Времени В мусорках Ни у кого Ничего Нету Шкафчики Пустые Стол Там было Что-то Очень важное Погодите А тут Гель для волос Кстати Он тоже Типа Стиляга Хорошо Что мы Нашли Погодите Знаете Как сделаем Вот так Хух Немножечко Замедлить Темп игры Черт Я вчера В доме Небрался Там все Может к черту В рвануть Мне надо Так Это заплатить Подавитесь На тебя Мы еще Не знаем ты у нас болельщики игр игрок ты у нас ок контрабандное лекарство от болезни который официально не существует под запретом и она как раз у тебя блин его надо было а хочу ли его переть посмотрим то есть дайте на второй этаж мне нужно получить инструкции по реформе от армина ну-ка набрать номер с мюллеру а он а он погодите я же сейчас стоп я что-то не догоняю томас армин крайнар то есть мне все-таки нужно с армином крайнар там побеседовать лично ну поехали просто нет поджимать там уже 57 часов осталось это это вроде ты как хорошо пожалуйста пожалуй уйду сегодня пораньше у меня вопрос ничего насчет реформы увы только сотрудники уровня 3 или выше могут просмотреть подобные конец закончить разговор инструкции по реформе от крайтор от крайнар то блин и как мне это сделать то есть не или как-то нужно будет болеен а это это немножечко становится трудно или мне нужно будет его как-то шантажировать или как мне с ним поговорить-то и получить повышение точно не получу добрый день господин шварч я могу помочь я показал моменты вольфу ну и хорошо что он сказал что даже не подозревал что керстина жива при этом упомянул что его шантажировали жизнью керстина шантажировали в каком смысле вроде как уражали убить если он продолжит попытки освободить как странно мне это мне он этого не рассказывал думаю вы знаете что после ареста кристин вольф подался в радикалы он так и не перестал петь эти бунтарские песни он стал кем-то вроде героя сопротивления певцом который отказался молчать все недовольные граждане прямо-таки боготворят его вольф напрашивается неприятности мне может и мне может навредить поэтому я оборвала с ним все контакты счастье у меня сейчас другая фамилия поможет понимать зато теперь у него есть цепка по которой может найти керстина верно надеюсь он этим воспользуется как-никак вся история его жизни которую он отражает в песнях опирается на трагическую судьбу керстина может поэтому он решил что она умерла а выяснить но выясните то мне нужно будет опять ломиться туда погодите могу ли я за болезнь вот это вот мне не сюда все на обед пошли уже 12 05 блин я говорю серьезно это очень сильно напрягает ты не успеваешь сделать ничего шиньки засти господин с какой-то зависимости сейчас кабинет правда увидимся то есть он даже и близко не хочет а у меня лишний лишние отмычки у меня не найдется это все нафиг потратил я молодец дайте с вот этим поговорю если я смогу что-то дай поговорю полином уранвилл простите нам не пора черт мне нужно сейчас срочно домой пока там все нервануло потому что сейчас приедут вполне может оказаться что дома уже и нету надо будет купить лишние отмычки нужно будет блин у меня на самом деле мысли сейчас бегают я думаю что мы сейчас дома все разберемся и на этом будем заканчивать серии потому что не нужно сесть подумать в принципе что делать дальше инструкции по реформе то есть мне как нужно его уговорить или что-то у него возможно мне придется просто украсть у него инструкции нет зачем нет я просто задумался и нажал не то поехали обратно катаемся на метро с регистрацией так ладно чем нам там наши дорогие жильцы занимаются беги нет что-то я обыскиваешь на надо будет купить но еще средства еще этого я думаю что мне просто нужно будет украсть у него вот это все выбросить может бумажные обрезки не знаю не уверен мне кажется ли давно не было новой газетки полин у него была характеристика на то что он там собирается я мог это посмотреть так про булхаузера может читали ну то есть он собирал он там что размышлял о выпивке как только меня увидел стал размышлять о о книгах о высоком так ладно косметичку не буду продать так раз два три раз два три вроде есть алкоголь это мне не надо что-то хотел счет норхель это я пока что не знаю ну хотя как знаю погодите а у меня достаточно доказательств насчет репетитора госпожи выведу нам этого недостаточно то есть то что к ней ходят люди нам нужно прямо застать кого-то у нее да я не понимаю этой фишки давайте попробуем потому что в этот раз она пошла к соседу там же сейчас никого нет никого потому что она внизу итак посмотрим сейчас куда свернет нора пойдет ли она к соседу или пойдет она к себе домой вот от чувака от этого алкашка наверно надо как-то избавляться он ничего не делает он не приносит никаких квестов видите к ней уже посетители собственно мне нужно чтобы она пошла не к соседу а чтобы она пошла сюда к майнхарту но она стабильно ходит соседу теперь чувак пришел в пустую квартиру душить одноглазого змея и тут у нас лала они тоже занимаются хочу ли я украсть для него лекарства я могу дать ему лекарства и подставить его чтобы его к черту убрали отсюда потому что он не мешает завершить квест кстати идеями давайте сейчас съездим на работу на 40 числа осталось крайне мало это меньше двух суток нужно решить проблему с план получить инструкции по реформе так все валят и мне чувачок даешь отмычки нужно оборудование не нужны усиленные отмычки на всякий случай и может получше камеру тебя взять раз два три пусть будет на всякий случай так тут все уже валят потихоньку письмо и таки не отдал на самом деле на письмо мне пофиг потому что так понимаю что меня из почтальонов повысили уже хотя если я там письмо возможно я получу за это какой-нибудь бон а ты у нас тут как раз проверяешь ходишь сейчас до брунат свайк а зачем мне с ним разговаривать незачем по второму разу не пойдешь проверять правильно он заходит во все кабинеты сейчас ровно полночь я же надеюсь что он по второму разу не пойдет так да ему абсолютно пофиг на то что я тут шарюсь хорошо это устраивает как никогда просто так инструкции по реформе это от меня требовали да это позвонить лотте с отчетом полин я бы наверное даже такой бы чтобы лотте позвонил прямо сейчас потому что а возможно мне придется вернуть эти инструкции я не так уж и хочу помогать лотте но у меня этот квест на таймере стоит шкафчик где он держал лекарство лекарства у тут было да да давайте заберу до столпы и наследие да 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 это он читает лекарства забрали цитовинин отнесите лекарства дело в другом если если я отнесу лекарства она у него будет считаться ты в мой кабинет тоже заходил ах ты тварь ладно звоним лотте лотта вы тут меня слышно опять собираетесь растрачить мое время нет и выяснил в чем суть реформы я все внимание во первых форма пограничников и инспекторов должна будет выглядеть менее угрожающим все поправки выглядят как экономия на обороне и кроме того разбрасывать разбрасывать разбрасывается разбрасывается новые документы удостоверяющие личность а разрабатывается разбрасывается это должно облегчить гражданам выезд за границу и все это в совокупности называют на штабной реформой что гражданам величайшей союза станет проще ездить за границу в федерацию штатов и наоборот ну как это великий союз и федерация штатов как бы да тут очень ярко намекают полагая именно над этим работает крайне рст с его коллегами за дело 3 не хотят открыть границы можно так сказать вождь милостивый ужас это же разрушит нашу страну слава арстотске все наши труды окажутся напрасны что вы что вы на это скажете шварц действительно хорошо потрудились франк теперь нужно продолжать в том же духе да конечно что я должен делать должны предотвратить принятие реформы чего бы это не стоило реформ нужно остановить используйте все свои связи и не считайтесь с ними в таком виде эту так называемую масштабную реформу пропустить нельзя меня поняли дополнял очень хорошо шварц на карту поставим не что иное как будущее нашей страны продолжать в том же духе шварц скоро скоро сможете переехать шикарный кабинет в отделе 3 отделе 3 был бы очень рад охотно веришь но пока об этом говорить рано сначала нужно заработать репутацию и здесь и предотвратить эту реформу понял спасибо госпожа по предотвратить я не хочу тебе а милочку а если хочу пойти по другому пути а если я хочу по-другому сделать вы чё так одна маленькая штучка еще сейчас проверим перед тем как уже скоро утро уже 4 часа я не помню у кого в кабинете я нашел по моему в 302 кабинете я нашел по кирс на хенкер я хочу быстренько еще полазить тут все обыскать возможно мне придется говорить с этой чеканутой но я не хочу она блин такая милитаристка что по-моему просто пошлет меня нафиг скажет не твое дело так а хочешь фотографии сельце мюллера сдобыты она с мюллером неплохо блин телефон у меня черт зря отмычку выкинул заработать 25 25 тысяч репутации это я наверное могу для это для повышения то есть мне не а папа стой сюда мне не обязательно прям вот это дело чтобы меня повысили или как 117 часов погодите а нет стой телефон алу эмагрундих говорит эмагрундих из отдела 4 господин шварц да это отдела 2 шансов аппарат добрый вечер добрый день господин я звоню по поручению стивена хуберта вот я ожидал от него звонка господин шварц что у вас там вообще происходит у меня где а что не так все в порядке как-то выразился господин хуберт что там за тряпка у фрэнка перед домом болтает что а да ну в принципе да он же за реформы это же флаг министерства разве вы верили что это флаг министерства нет вот именно как выглядит флаг министерства господин шварц я к сожалению не знаю лучший графический дизайнер нашей замечательной страны и месяцами работали над новым логотипом для нашего столь замечательного министерства при этом вы ничего не заметили господин шварц мне стоит беспокоиться то что там развесили подает совершенно верный сигнал а именно что вы предпочитаете жить прошлыми ненавидеть прогресс что вы хотите сказать миру мне очень жаль да ну как бы это было ладно я это правда не специально поверьте мне ладно я вам верю и что теперь на вашем месте вы поспешила поднять флаг с правильной символикой и придерживать правил поднятия флага мы их не для развлечения придумывали конечно с правилами справлюсь превосходно господин тогда за дело и надеюсь вы знаете если вам что-нибудь понадобится можете просто спросить меня спросить тебя о гундрих шарча могу помочь я еще одну редкую вещь я надеюсь что вы сможете мне помочь госпожа грунгих у вас ведь есть свои особые источники так можно так сказать что именно вам нужно господин шварц темный шоколад из-за границы заточенные коньки для сына свежая икра завара из вражеской страны препарат под названием цедовудин им лечат проблемы с иммунной системой с этим я к сожалению помочь не могу но попробую спросить у томаса ноллера это похоже на товар который он способен достать вот я ищу керстин хенкер еще акт заключения одного человека певицы зовут керстин хенкер это не у моей компетенции спросите у мюллера он любит всех сажать я могу позвонить мюллеру прямо отсюда похоже господин мюллер не у себя кто там его представительница была это вот это вот лока же была его представительница что такое шварц извините линию большой вопрос по реформе свободе передвижения но не ходите вокруг да около задавайте вопрос есть пара идей на счет реформы но к сути переходить к сути у вас есть конкретное представление о том как лучше остановить реформу вы же знаете как здесь все устроено вас препятствовать реализации реформы уже нельзя но так как реализуется реформа много зависит от того кто составит ее текст все зависит это мог бы сделать я значит надо найти в отделе 3 кто мог бы переписать реформ так чтобы она нас устроила совершенно верно шварц армин край на рубеж дены сторонних стивена хуберца если кратерс создать на основе инструкции рукопись реформы которая затем реализуется немыслимо но слава великому вождю водились другие сотрудники но если вот эта милитаристка может извините инструкцию к реформе попросите кого-нибудь надежно переработать их черной в черновых текста затем подменить эту рукопись что лежит в столе армии на край торта новой чтобы никто не заметил все ясно а теперь хватит висеть меня на линии а что все стопа так обед не понятно вы издеваетесь нафиг все 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 я в я поехал домой мне мне надо и флаг вешать мне надо зарабатывать репутацию до творится полный трэшак происходит ладно ребятушки на этом тогда будем заканчивать увидимся следующей серии я не знаю что там с лекарством вроде я украл привет сходил там это погонял спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда а а Субтитры сделал DimaTorzok